И в любом заболевании, то есть заболевание, оно же, как правило, приходит, то есть заболевание приходит, когда оно приходит либо к тебе, либо к тебе, к следующему, к твоему ребёнку. К твоему ребёнку это тоже твоё заболевание. Когда мне говорят, а почему вот ребёнок рождается с этим? Это не он родился с этим, это ты не смог переварить вот это, и это передалось твоему ребёнку, твоё непереваривание передалось ребёнку. И сейчас вы вместе это должны переварить. То есть ты перевариваешь свою болезнь на себе в другом теле. И точно так же с близкими вашими. Если у вашего близкого есть какое-то заболевание серьёзное, то это заболевание, 70%, 70% этого заболевания, это ваше заболевание. Это то, что вы не смогли переварить, и вы на себя смотрите, как вы это перевариваете с позиции другого человека. Но как родитель лечит ребёнка, например, от гриппа или от чего-то, он сам не болит, он же может заразиться, но он настолько поглощён в исцеление своего ребёнка, что он не подхватит это заболевание. Потому что он начинает проецировать какие-то свои навыки на другом теле, на ребёнке, исцеляя его. А мог бы себя сразу исцелить, и чтобы у ребёнка этого не было. И точно так же с вашими близкими, если с близкими приходит какое-то заболевание к вашим близким, это тоже ваше исцеление. И исцеление — это не про то, чтобы он стал в привычном нам контексте здоровыми, а исцеление — это исцеление души в первую очередь, когда вы понимаете, для чего вам это, что это даёт, как это передать для другого, то, что вы познали через это. А если вы хотите, чтобы, например, он стал таким же, как и все, это всего лишь ваши хотелки, это не ваше осознание. Если вы говорите, что, например, у кого-то там рассеянный склероз, у кого-то ДЦП, там ещё какое-то заболевание, и вы хотите, чтобы он зашёл в общепринятую норму, это не исцеление ни вас, ни того ребёнка. Это ваше до сих пор непринятие. Но как только вы принимаете, вы благодарите эту болезнь, вы принимаете её, когда вы её принимаете, и тому человеку, у которого это болезнь, и ребёнок это, или близкий, и для него это становится открытием. И вот это открытие уже, когда вы открылись, для чего это всё, насколько это великолепно, и только после этого открытия вы уже для себя можете решить, чтобы вам дальше идти в открытие мира. Вам нужна дальше эта болезнь? Вас или ваших близких? Или не нужна? Но это после тотального вскрытия в себе. Для чего это? Почему это? Чему оно вас учит? Не чтобы перевести его в такое же состояние овощепринято во здоровье, а в осознании души. Душа-то не болеет. У души нет старости, у души нет некрасивого носа или торчащих ушей. У души есть только глубина. И вот насколько вы вскроете эту глубину в любом теле, настолько вы и расширитесь.